Всем огромный привет! Рада, что зашли на мой канал Галлия Снейлс. И у меня сегодня маникюрчик будет. Вот мои ноготочки отросли. Укрепляла полигелем от Урсука. И два ноготочка. Это я себе накрасила обычным лаком. Ну отросло как бы сильно уже, сами смотрите. Но заметно, что отслойчик вообще почти нету. Вот как раз хороший такой цвет, что все видно. Сегодня буду работать твердо сплавом с синей насечкой. Моим фрезером от Lady Misty. Вот его параметры 25 ватт, 35 тысяч оборотов. Также моя лампа. Sun 5 Max. 80 ватт. И также праймер от GD Coco. И конечно же дихидрат от Lily Angel. Также база от Blue Sky. И хочу попробовать акригель, который мне пришел вот в предыдущей распаковке. И топ, закаленный топ от Vena Lisa. И конечно же будет сегодня яркий маникюрчик. И вот смотрите, мои пигменты. Буду сегодня работать с пигментами. Пигменты тоже заказывала на Али. Если найду ссылочку, то оставлю. Вот на столько оборота выставила я фрезер. И буду снимать топовое покрытие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Ну вот, сняла я топ и чуть-чуть материала еще тоже. И конечно же распушила еще свою ногтевую пластину пилочкой. И буду приподнимать кутикулу вот такой вот фрезой. Буду делать аппаратный маникюр одной фрезой. Что получится, пока не знаю, так как давно не делала. Конечно, отодвинула сначала пушером, а теперь уже работаю фрезой. Работаю, конечно же, на тех же оборотах чуть меньше, что показывала. И что хочу сказать, как бы чуть-чуть странно, непривычно, так как давно я уже этот маникюрчик не делала. Всегда делала я себе комби-маникюр. А тут решила, думаю, дай-ка я попробую себе сделать вот этот вот аппаратный плюс одной фрезой. Что хочу еще заметить. Сама эта фреза, надо, чтобы она была чуть-чуть длиннее. Так как ножка короткая, из-за ногтей длинных не очень удобно. Если бы у меня были короткие ногти, было бы нормально, а так не очень удобно. Так что так, типа как бы моя заметочка. Первым делом убрала я аптереги. И пытаюсь как бы приподнять этой фрезой саму кутикулу. И ее чуть-чуть, даже вот как бы на видео может показаться, что я трогаю ноготь. Но я до ногтя даже не дотрагиваюсь. Стараюсь сделать ее более тонкой, чтобы ее можно было хорошо резко срезать. Так что вот тут вот именно кажется, что я к ногтю, но нет, я ногу даже не зацепляю. Просто максимально делаю кутикулу тонкой. Чтобы потом получился очень хороший срез. Ну вот, кажись все, а нет. Еще надо чуть-чуть допилить. И потом с такой привязятостью, как всегда, очень часто получаются пропилы. Саму кутикулы. Вот сейчас кажется уже-уже, но нет, еще надо там допилить, еще там подпилить. Как бы так. Извините, камера что-то фокус не ловит вообще, как-то играется этот фокус на данный момент. Так что как бы хотелось на камеру показывать, заснять все, а она что-то барахлит. У меня еще сильно нарастают боевые валики. Так как в детстве как бы грешила, я обгрызала ногти и точно так же грызла боковые валики. И сейчас у меня это аукнулось, так как сильно оно там нарастает, вот эта вот лишняя кожица. Так что приходится ее часто срезать. Ну, сами видите. Ну вот, кажись получилось. Один ноготок мне удался. Смотрите сами, как бы более-менее нормально, чистенько. Но видно, чуть-чуть кутикула, конечно же, помученная. Да, потрепала чуть-чуть кутикулу. А еще предстоит целая рука. В итоге, вот смотрите, что у меня получилось. Видно, замучила я кутикулу, конечно же, есть порезы. А уже на правой руке я уже сделала комби-маникюр. Так как, смотрите, этот палец стала делать. И как бы не поняла, куда фреза крутится, что мне надо делать. Как бы чуть-чуть, ну, левой рукой у меня не получилось. Так что здесь на правой более чище маникюр получился. Ну, что есть, то есть. Беру салфетку, смоченную спиртом, и протираю ногтевую пластину. Тем самым удаляется лишняя пыль и также убирается лишняя влага. Как бы подсушивается чуть-чуть. Потом прохожу дегидратором. Ну, на метня от Lily Angel тоже брала на Алиэкспресс. Мне посоветовали, говорят, что хороший дегидратор. Ну, как бы нормально, сразу же он высыхает прям моментально. И DJ Coco Primer. Еще я его не пробовала, так что интересно будет, как будет. Или с отслойками, или без. Ну, точно так же, не задевая саму кутикулу, прохожусь. По тому ноготочку, какой отрос. И базой. Базу втирающими движениями начинаю снизу и иду к кутикуле. Так, чтобы именно чешуйки, все которые мы приподняли пилочкой, они все, как бы, вошли в эту базу. И тогда будет хорошая сцепка. Не будет отслойчик. Ну, это посмотрим потом, когда буду уже снимать коррекцию, буду делать этого материала. Вот интересно. Так, как видела я онлайн-курс, и там именно так и говорили, полусухой кистью надо втаптывающими движениями сверху вниз, ну, как бы к кутикуле, идти вот такими вот движениями. Чтобы не было отслойок. Ну, посмотрим. Это что же от материалов зависит. Так что будет видно уже потом при коррекции. Просто хотела поделиться с вами такой информацией, мало ли. Может, кому-то будет полезно. Ну, вот, просушила я эту базу в лампе 30 секунд. И вот беру этот акригель. Он, конечно же, намного жидковат, чем я привыкла работать. Я привыкла работать от Урсукар. Тот вообще такой каменный почти, его хорошо выглаживать. А этот такой более мягкий и тянется за кистью. Как бы я ее не смачивала в базе, потому что я кисть макаю в базу для разглаживания материала. Ну, вот, решила я на все пальчики вот накапать, как бы можно так сказать, этого геля, акригеля. И буду разглаживать кистью. Жаль, я когда разглаживала, я чуть-чуть ушла из кадра. Так что процесс разглажки у меня не вошел в эфир. Только один ноготочек, а потом уже вовлеклась, не заметила, что я вышла из кадра. Вот так вот у меня получилось. Он самовыравнивается. Сделала на правой, на левой руке. Чуть-чуть уже левую подпилила. И буду дальше пилить. Смотрите, что еще нашла. Когда выглаживала гель в ноготочках, мне помешали вот такие вот какие-то бусинки прям. Мне еще кажется, что это акрил как-то так сбился. Смотрите, довольно-таки немаленькие бусинки. Вот такие вот две бусинки вот в акриле. Вот этом вот. Не знаю, или это брак, или это что с ним случилось. Сам акрил как бы нормальный. Акрил гель, извините. А вот видите, там что-то еще чужое валяется. Вот подпилила, сделала форму. Как всегда, чуть-чуть на правой руке у меня меньше ноготочки получаются. Какие они короче. Не знаю почему. Итак, буду покрывать свои ногти белым гель-лаком. Так как сами вы, наверное, знаете, что всегда пигменты смотрятся очень хорошо на белых подложках. И я не исключение буду делать белую подложку. Конечно же, этот гель-лак не очень пигментированный. Он очень такой оставляет разводы. Мне не нравится. Надо его в два слоя всегда. Проплешины у него очень сильные, такие некрасивые получаются. Так, буду украсить этот гель-лак на все ноготочки. И обязательно после того пройдусь топом без липкого слоя. Ну вот, пришло время пигмента. На палитру выливаю чуть-чуть спирта. И уже туда капнула я капельку белого гель-лака. И буду делать вот типа дым, но и не дым. Не буду сильно его растушевывать. Ноготку хочу вот сделать вот, смотрите сами, делаю такую полосочку дрожащей рукой. На всех ноготочках. Сделаю так. Сверху вниз, снизу вверх. Там, где заканчивается одна, начинается вторая. Ну, тоже полосочки не тоненькие получаются. И начинаю растушевывать сейчас уже спиртиком. Как бы, но не сильно. Чтобы полосочки оставались как бы полосочками. Потому что если сильно, получится уже эффект дыма. А я так не хочу. Я хочу, чтобы как бы была более такая жирненькая полоска. Просушила 30 секунд в лампе. И вот, выкладываю уже пигментики. Можно кисточку брать любую. Просто у меня сейчас веерная кисть оказалась под рукой. Вот поэтому я ее взяла. Решила только три цвета на ноготок выставлять. Так оно более будет, как бы заметно, эти цвета. Так, мне кажется, будет ярче. Вот, как бы, втаптываю этот пигмент в липкий слой гель-лака. И еще раз напоминаю, перед тем, как этот дым делать, надо уже свои ноготочки пройти с топом. Без липкого слоя. Чтобы не было потом пигмент может прилипнуть просто на липкий слой. Вот и все. И потом ничего, никакого эффекта не получится. Ну и, конечно же, мне показалось самое трудное, это вымыть этот пигмент с-под кутикулы. Может, просто надо было мне взять мельче кисточку, которая бы не набирала столько пигмента на саму вот эту вот кисть. И было бы намного легче. Ну, так что, что получилось под рукой, то и взяла. И сама, как бы, можно сказать, себе сделала головную боль. И так, стряхиваю я остатки пигмента. Вытираю кисточку, чтобы была она более чистенькая. И легенько-легенько прохожусь. Особенно в зоне кутикулы. И потом беру влажную салфетку и легенько протираю, потому что, так как нам надо топом покрыть, чтобы топ не испачкался в пигменте, надо протереть сам ноготочек, не зацепив вот эти вот линии с пигментом. И также постараться максимально вычистить из-под кутикульной зоны пигмент. Все, перекрыла я топом. Вот, смотрите, какая яркость, какая сочность. Мне, честно, очень понравилось. Классненько получилось. Надеюсь, вам также понравилось. Провели приятное время здесь. Ставьте пальчики вверх. Новые, пожалуйста, зрители, подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. И пока-пока. Смотрите, а сейчас вот это вот все убирать. Все, пока-пока. Удачи вам всем.